Итак, всем привет! Меня зовут Сергей Гусев. Мы поговорим сегодня о том, как упростить написание портрета и коснемся отдельного фрагмента. Это как написать довольно быстро и просто волосы, сделать их законченными, реалистичными, проработанными, при этом потратить не очень много времени и усилий. Первая ошибка – это если вы решите писать волосы, начиная с деталей, то есть перечислять каждый волос отдельно или даже какие-то группы волос отдельно. Правильнее будет начать с большого плоского пятна, сделать такую тональную цветовую подкладку, но больше тональную в данном случае. Выбираем какую-то нейтральную краску, например, умбру. На разбавителе быстро прокрываем пятно волос. Вот видите, что я не работаю над деталями, кисть довольно широкая. Мы закрыли этот силуэт волос. Следующий этап, когда просох такой подмалевок – это более внимательный разбор света и тени. Мы по-прежнему не работаем над деталями, по-прежнему будем работать только над пятнами. И сразу намечаем довольно темную тень. Пишем без разбавителя. Можно добавлять, кроме умбра, еще ультрамарин. Где-то можно добавить немножко красного. Вообще цвет зависит, естественно, от цвета волос. Соответственно, если у нас волосы будут другого цвета, мы должны выбирать другие краски для такой подкладки. Можно брать и какие-то сиены, охры, где-то даже ультрамарин. В общем-то, довольно широкий спектр возможностей. В данной ситуации волосы темные, поэтому мы берем, соответственно, темные краски для подкладки. Хотя можно экспериментировать. Стараемся поначалу работать без белил. Но где-то, когда уже возникает необходимость отделить цвет от тени, мы добавляем немножко белил. Делаем это аккуратно, потому что если белил будет очень много, то умбра может дать такой не очень красивый, неживописный, грязновато-серый оттенок. Но, тем не менее, мы работаем по-прежнему в пятне. Вот вы видите, что я выделяю свет и тень. У нас две большие массы, свет холодный и светлый тень будет темнее и теплее. Следующий этап – это более внимательная проработка отдельных групп волос. Вот видите, что мы идем от общего к частному, не наоборот. Мы берем пятно и где-то выхватываем какие-то отдельные группы. Мы не стараемся изобразить абсолютно все волосы, пересчитать все детали. Это довольно затруднительно, это в принципе неживописный подход. Он займет много времени и работа, скорее всего, будет довольно дробная. Это делать просто невыгодно. Как правило, детали мы ищем в светах. В тенях мы все пишем очень цельно, обобщенно, без какой-то проработки. Вот в светах мы можем поискать какие-то детали, но тем не менее стараемся сохранить по-прежнему свет и тень, чтобы такие большие пятна у нас сохранились, в принципе, до конца нашей работы. Последний этап – это уже сами детали. Когда у нас сформировано большое пятно, мы можем где-то взять небольшую кисть и буквально порисовать как карандашом какие-то отдельные волосы. Делаем это очень мягко. Стараемся не дробить форму и сохранять большие пятна. Вот видите, что где-то небольшой кистью я едва намекаю на какую-то деталь. Она есть, но с расстояния она почти не читается. И сейчас, когда у нас есть такая большая подкладка, пятно, она как бы собирает нам форму. И где-то на этом темном силуэте более светлыми оттенками гораздо проще выхватить какую-то деталь. Итак, давайте посмотрим, какая работа получилась в итоге. Вот видите, что волосы смотрятся довольно законченно, но не мешают целостному восприятию портрета. Если вы хотите посмотреть полный видеоурок, то переходите по ссылке в описании. Этот урок вы можете скачать с моего сайта. Также не забывайте подписываться на мою страницу на Патреоне. Там я выпускаю гораздо больше образовательных роликов, которые будут полезны начинающим художникам. Вам творческих успехов и до скорой встречи на канале. Продолжение следует...